Босьманный суд Москвы заочно арестовал экс-советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича по обвинению по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает пропагандистское агентство РИА Новости. Отмечается, что Арестовича обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, а также в публичном распространении ложной информации о российской армии. Примечательно, что на Алексея Арестовича открыто уголовное дело и в Украине. Речь идет о его конфликте с нардепом Натальей Пипой. Летом прошлого года она сделала замечание о подростку, который исполнял на улицах Львова песни советского певца Виктора Цоя. Арестович добился, чтобы Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против Натальи Пипы за разжигание межнациональной розни в Украине. А уже в октябре группа народных депутатов подала коллективное заявление в национальную полицию, в котором обвинили Арестовича в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения. При этом не исключено, что арестом в РФ просто создают некое прикрытие для Арестовича в Украине. В декабре прошлого года Арестович расхваливал пресс-конференцию российского диктатора Владимира Путина. Мол, он молодец, что выступает на желто-синем фоне и якобы отвечает на неудобные вопросы от россиян. Также Арестович заявил, что обе стороны виноваты в войне и что Украина и Россия должны подать коллективный иск на Запад. Сам Арестович уже отреагировал на свой арест в РФ, отшутившись, что ему некуда податься. «Сплотилась навеки Великая Русь. Беларусь. Уголовное дело за терроризм. РФ. За экстремизм. Украина. Два за сексизм. Куда податься бедному шпиону? Попробуй в Афганистан. Там за это все орден могут дать». Напомним, Алексей Арестович находится в США, но в одном из недавних интервью заявил, что планирует вернуться в Украину.